Здравствуйте, уважаемые студенты! Предоставляем на Ваше внимание презентацию лекции по предмету стоматологии. Лектор, доцент кафедры отериноларингологии, детской отериноларингологии и детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института Янкубова Парида Халдар. Представляем Ваше внимание лекцию по предмету стоматологии. Тема нашей лекции Предмет стоматологии, его значения, основные проблемы стоматологии и их значения для врача общей практики. Возрастные анатомы функциональной особенности челюстно-лицевой области. Карии зубов и их осложнение. Адентогенные воспалительные заболевания. Санация полости рта, профилактика кариеса. Цель лекции – дать понятие о предмете и задаче стоматологии и их значении для врача общей практики. Ознакомить студентов с возрастными анатомо-функциональными особенностями челюстно-лицевой области. Кариз, этиопатогенез, клиническая классификация, особенности течения. Ознакомить студентов с осложнениями кариеса – пульпит, периодонтит, лимфоденит, остеомиелит. Ознакомить студентов с анациями полости рта и мерами профилактики кариеса. План лекции 1. Предмет стоматологии и его задачи. 2. Возрастные анатомо-функциональные особенности челюстно-лицевой области. 3. Кариз и его осложнения. 4. Роль адентогена воспалительных заболеваний в развитии патологических процессов челюстно-лицевой области. 5. Пятая – санация полости рта и профилактика кариеса. Термин «стоматология» происходит от греческих слов «стома» – рот, отверстие, и «логос» – учение, означает учение об органах полости рта. Стоматология в современном понимании – это область клинической медицины, изучающая болезни зубов, слизистой оболочки и других органов полости рта, челюстей и лица, частично шеи, а также разрабатывающие методы их диагностики, лечения и профилактики. 5. Примирование предмета «стоматология» Первое направление – это заболевание зубов, а также заболевание челюстно-лицевой области. Стоматология состоит из следующих разделов – терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, ортопедическая стоматология и детская стоматология. Терапевтическая стоматология занимается изучением причин возникновения и механизмов развития заболеваний зубов и околозубных тканей, заболеваний слизистой оболочки рта, их диагностикой, разработкой методов лечения и профилактики. Уровень развития терапевтической стоматологии в значительной степени определяет состояние стоматологической помощи населению. Особенно важное значение принадлежит разработке и внедрению мер профилактики основных стоматологических заболеваний. Ортопедическая стоматология занимается деформациями в челюстно-лицевой области, восстановлением дефектов зубного ряда, протезированием потерянных зубов, лечением прикуса и профилактикой деформацией жевательного аппарата. Детская стоматология оказывает стоматологическую помощь детям с рождения до 18-летнего возраста. Ортодонтия – наука об этиологии, профилактике и лечении зубочерестных аномалий и связанных с ними изменений конфигурации лица, а также об устранении функциональных нарушений. Хирургическая стоматология занимается изучением и лечением воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Классические хирургии – врожденными дефектами и деформациями челюстно-лицевой области. Детская стоматология состоит из следующих разделов и оказывает стоматологическую помощь детям с рождения до 18-летнего возраста. Точно так же, как и во взрослой стоматологии, детская стоматология изучает терапевтическую стоматологию, хирургическую стоматологию и ортодонтия. Возрастные анатомо-функциональные особенности челюстно-лицевой области Челюстно-лицевая область тесно взаимосвязана и взаимозависима, анатомо-топографически и функционально с другими близлежащими важными органами. Имеет повышенную регенеративную способность. Является начальным этапом пищеварительной системы. Имеет богатую иннервацию в виде кровеносных лимфатических сосудов, а также нервных окончаний. Наличие зубов и различных групп мышц. Имеет косметическую ценность. Анатомия зубов Зубы – костное образование в ротовой полости человека, которые предназначены для захватывания, удержания и механического измельчения пищи. Зубы располагаются в альвеолах челюстей. Имеет характерную форму и строение. Построены из специальных тканей. Имеет собственный нервный аппарат. Имеет кровеносные лимфатические сосуды. Различают следующие анатомические части зуба. Коронка – это утолщенная часть зуба, выступающая из зубной альвеолы. Шейка – это суженная часть зуба, расположенная между коронкой и корнем. Корень – это часть зуба, находящаяся внутри альвеолы. Вот черной стрелкой обозначается коронка зуба. Шейка зуба обозначается красной стрелкой. Наконец, корень зуба обозначается желтой стрелкой. Основа зуба составляет дентин. Дентин состоит из основного вещества и отростков адонтобластов, тела которых находятся в периферических отделах пульпы зуба. Различают наружный дентин и внутренний дентин. Самый внутренний слой пульпарного дентина не обызвестлен и называется дентиногенной зоной – предентин. Эта зона является местом постоянного роста дентина. Дентин в области коронки покрытый эмалью. Эмаль состоит из эмалевых призм. Толщина ее 0,01 мм у шейки зуба и до 1,7 мм на уровне жевательных бугорков-маляров. Это самая твердая ткань человека. В области корня дентин покрыт цементом. Цемент – грубоволокнистая кость. Полость состоит из коллагенового матрикса, на котором фиксированы кристаллы гидроксиапатита. Получает питание из периодонта. Внутри зуба расположена зубная полость, которая заполнена зубной пульпой. В корне зуба полость имеет вид канала, который заканчивается на верхушке корня отверстий. Пульпы – это рыхлая соединительная ткань, богатая клеточными элементами, сосудами и нервами. Пульпа на рисунке обозначена красным цветом. Периодонт. Кореи зуба прикрепляются к лунке пучками соединительно-тканных волокон, которые вместе с рыхлой соединительной тканью и клеточными элементами образуют соединительно-тканную оболочку зуба. Периодонт. Волокна периодонта натянуты между цементом и костью. Различают зубодесневую, зубоальвиолярную и межзубные группы пучков волокон. Периодонт. Вот на рисунке обозначен красным цветом. Кровоснабжение зубов. Кровоснабжение зубов происходит в основном за счет артерии Макселлярис. От нее отходят верхняя альвеолярная артерия и нижняя альвеолярная артерия. От альвеолярных артерий отходят артерии Денталис, проникающие в пульпу через верхушечные отверстия. Венозный отток от зубов происходит по сопровождающим артерии венам в крыловидные сплетения. Плексус птеригоидеус. Вены зубов верхней челюсти связаны также с глазными венами и через них с венозными синусами черепа. Через лицевые и нижнечелюстные вены кровь от зубов поступает в систему яремных вен. Красным цветом обозначена верхняя челюстная артерия. Иннервация зубов. Верхние зубы иннервируются от нервос макселлярис, второй ветви тройничного нерва. Нижние зубы иннервируют третья ветвь тройничного нерва, нервос мантибулярис. От него отходит нервос альвеолярис инфериор, который, проходя в нижнечелюстном канале, обычно разветвляется на стволике, образующей нижнее зубное сплетение. Плексус денталис инфериор. От последнего через верхушечное отверстие корни вступают в пульпы зубные ветви. Рами денталис. Вегетативная иннервация зубов. Осуществляется от головной части симпатической и парасимпатической нервной системы. Тройничный нерв. Нервос макселлярис. Третий ветвь тройничного нерва – это нервос мантибулярис. Прорезывание зубов. Осуществляется по определенным нормам. Прорезывание зубов в определенные средние сроки. Парность прорезывания, а также прорезывание зубов идет в определенном порядке. Сроки прорезывания молочных зубов. Идеальный резец прорезывается 6-8 месяцев. Латеральный резец – 8-12 месяцев. Первый маляр – 12-16 месяцев. Клык – 16-20 месяцев. Наконец, второй маляр прорезывается 20-30 месяцев. Сроки прорезывания постоянных зубов. Центральный резец прорезывается 6,5 лет. Боковой резец прорезывается 7,5 лет. Клык – 9,5 лет. Первый премаляр прорезывается 8,5 лет. Второй премаляр – 5-й зуб прорезывается 10 лет. Первый постоянный маляр прорезывается в 5,5-6 лет. Второй постоянный маляр прорезывается в 10 лет. Различия между молочными и постоянными зубами. В молочном прикусе насчитывается 20 зубов. В постоянном прикусе имеется 32 зуба. Дентильные канальцы более широкие и короткие. Молочные зубы имеют белый цвет с синеватым оттенком, тогда как постоянные зубы отличаются желтоватым или сероватым цветом. Минерализация твердых тканей зубов значительно ниже, чем постоянно. Следует указать еще на меньшую твердость молочных зубов, ввиду чего они легче поддаются абразии. Методы исследования в стоматологии. Огромное значение имеет осмотр врача. Врач обращает внимание не только на зубы, но и на внешний вид, симметричность лица, на цвет кожных покровов, на состояние лимфатических узлов, и как вы открывали рот и многое другое. Изменение слизистой оболочки зубов. Для того, чтобы заметить развитие кариеса, часто также достаточно беглого осмотра полости рта. Инструментальное обследование. Используем стоматологическое зеркало, зонт и стоматологический пинцет. Значит, стоматологическое зеркало помогает увидеть внутреннюю и дистальную части зубов, помогает освещать исследуемый участок полости рта. Обычно сначала определяется число зубов, их цвет, положение и состояние каждого зуба. Зонт с его помощью можно определить состояние поверхности эмаля, наличие кариозной полости, болезненность зубов. С помощью зонтов также проводят перкуссии зуба для выявления признаков воспаления и степени подвижности зубов. Вот на рисунке стоматологический зонт и стоматологическое зеркало. Методы медицинской визуализации. Рентгенологическое исследование. С помощью этого метода можно уточнить клинику, локализацию того или иного заболевания челюстно-лицевой области и планировать лечение. Применяется внутривнеродовая рентгенография, панорамная рентгенография, ортопантомография, томография, контрастная рентгенография, компьютерная радиовизиография и другие методики. Методом близкофокусной контактной рентгенографии получают изображение структуры костной ткани челюстей и зубов для изучения состояния периапикальной ткани, при которой пленку вводят в полость рта и прижимают к язычной поверхности тисны. Снимок зубов производят в прямой или косой проекте. При помощи контактной рентгенографии прикус получает изображение участка альвеолярного отростка, включающего 4-5 зубов, уточняют особенности патологического очага. Пленку вводят в полость рта и удерживают между сомкнутыми зубами. Рентгенография позволяет определить состояние твердых тканей, скрытые кариозные полости, наличие ретинированных зубов, у прорезавшихся зубов, перфорацию, перелом, искривление, степень сформированности и рассасывания корней, наличие дымтиклы и народных тел в корневом канале, иглы, штифты и так далее. Степень проходимости канала, степень пломбирования канала и правильность наложения пломбы, состояние околоверхушечных тканей, степень атрофии костной ткани межзубных перегородок, правильность изготовления искусственных коронок, болезней твердых тканей зубов. Карий зубов это патологический процесс, проявляющийся поражению твердых тканей зубов в результате нарушения функций некоторых систем организма и внутренних органов или вследствие отдельных заболеваний организма. Основные теологические факторы кариеса зубов разделяются на общие местные а также имеют роль резистентность тканей зуба. Итеология общие факторы это может быть неполноценная диета и состояние питьевой воды. Соматические заболевания сдвиг в функциональном состоянии органов и систем в период формирования и созревания тканей зуба. экстремальные воздействия на организм наследственность обуславливающие полноценные структуры и химический состав тканей зуба. Неблагоприятный генетический код к местным факторам относятся зубная бляшка и зубной налет изолирующийся микроорганизм. нарушение состава и свойств ротовой жидкости углеводистые липкие пищевые остатки полости рта резистентность зубных тканей обусловленной полноценной структурой и химическим составом твердых тканей зуба. Отклонение в биохимическом составе твердых тканей зуба и неполноценная структура тканей зуба. Микроорганизмы, которые имеют роль в развитии кариеса. В зубном налете содержатся стриптококи, в частности стриптокок мутенс, стриптокок сангвиз и стриптокок саливариус, для которых характерны бактерии в основном являются углеводы, а для отдельных штаммов бактерий аминокислоты. Ведущая роль возникновения кариеса отводится сахарозе. Именно она вызывает самые быстрые снижения pH от 6 до 4 за несколько минут. Особенно интенсивно происходит процесс гликолиза при гипосоливации, ксеростомии и во время сна. Активность процесса брожения зависит от количества вовлекаемых углеводов. Установлено, что в период потребления избытка сахаров количество налета значительно увеличивается. Классификация кариеса по ВОЗ. первое кариес эмали второе кариес дентина третье кариес цемента четвертое приостановившаяся кариес пятое адонтоклазия шестое иные случаи и последнее неуточненные. на рисунке на слайде можете видеть различные типы кариеса. Классификация кариеса по глубине поражения могут быть начальной поверхностной полость в пределах эмали, средний кариес полость в пределах плащевого дентина и глубокий кариес полость расположена в пределах около пульпарного дентина. Клиническая картина начальный кариес жалобы на чувство оскомин на холодовой раздражитель как и на действия химических агентов пораженный зуб не реагирует. осмотр деминерализация эмали проявляется изменением ее нормального цвета на ограниченном участке и появлением матового, белого, светло-коричневого, темно-коричневого пятен с черным оттенком. Поверхностный кариес жалобы больного на появление кратковременной боли от воздействия температурных раздражителей. Чаще при локализации дефекта у шейки зуба в участке с наиболее тонким слоем эмали, а также при чистке зубов с жесткой щеткой. При осмотре на участке поражения неглубокий дефект в пределах эмали определяется зондированием поверхности зуба по наличию шероховатости эмали. Нередко шероховатость выявляется в центре обширного белого или пигментированной пятна, застревание пищи и воспаление зубодесневого сосочка, отек, гиперемия, кровоточивость при прикосновении, при локализации полости на контактной поверхности зуба. Средний кариес при этой форме кариозного процесса целостность эмалево-дентинного соединения нарушается, однако под полостью зуба сохраняется достаточно толстый слой дентина. Жалобы могут не предъявлять, но иногда боль возникает от воздействия механических, химических или термических раздражителей, которые быстро проходят после устранения раздражителя. Осмотр неглубокая кариозная полость, заполненная размягченным пигментированным дентином, что определяется при зондировании. При наличии размягченного дентина в писсури зон задерживается, застревается в ней. на слайде можем видеть средний кариес, который расположен на жевательной поверхности зуба. Глубокий кариес жалобы на кратковременные боли от механических, термических или химических раздражителей, быстро проходящих после устранения раздражителя. При осмотре глубокая кариесная полость с нависающими краями эмали, заполненная размягченным пигментированным дентином. Зондирование дна полости болезненно по всей площади. Перкуссия зуба безболезненно. Особенности течения кариеса на молочных зубах Быстрые течения патологического процесса Низкая минерализация эмали, приводящая к полному оголению дентильной поверхности. Дентильные каналы широкие, несформированная иммунная система, множественные криозные дефекты. Процесс расположен в фиссурах аппроксимальных поверхностей и в шейке зуба. Быстрые течения патологического процесса приводят к раннему поражению пульпы. Лечение кариеса заключается в комплексном использовании пломбирования методов, повышающих резистентность ткани зуба и гигиены полости рта, а также в рациональном питании и использовании противокариозных средств. Врач-стоматолог при диагностировании кариеса зубов у детей должен выяснить причину развития кариеса и с врачом общей практики тщательно собрать анамнез. Врач общей практики должен охарактеризовать настоящее состояние неспецифического иммунитета ребенка и представить данные о факторах, оказывающих влияние на структуры тканей зуба. Методы диагностики относится визуальный осмотр, инструментальные исследования, для выявления ранней деминерализации твердых тканей используется окрашивание очагов поражения 2% раствора метиленевого синего, имеется кариес-детекторы, используем рентгенографию при наличии кариеса на контактной поверхности, а также современные методы диагностики это QLF технология визуальный осмотр проводим с помощью стоматологического зеркала и стоматологического зонта метод окрашивания метиленового синего результаты окрашивания на слайде можете увидеть результаты окрашивания после метиленевого синего где идет размягчение эмали дентина зуб окрашивается в синий цвет квантитатив light fluorescence квантитатив light fluorescence это высокочувствительная диагностическая система позволяющая выявить начало патологического процесса на самой ранней стадии его развития основывается на изменении ткани зубов аутофлюрисценции что и позволяет не только обнаружить скрытые доминерализации но и оценить степень минерализации микроповрежденных эмали скапливается патологическая микрофлора налет который аутофлюристирует красным цветом это все запечатляется пленки размягченные эмаль и дентин окрашивается в розовый цвет в принципе лечение кариеса это обезболивание удаление некротических тканей антисептическая обработка полости зуба пломбирование полости зуба одними из эффективных методов лечения кариеса молочных зубов является серебрение зубов серебрение проводят в пределах эмали при размягченном дентине метод противопоказан и требуется препарирование метод серебрения заключается в троекратные с интервалом 2-3 дней аппликации 30% раствором нитрата серебра на предварительно очищенные от налета и размягченных тканей поверхности зуба имеется комплекс препаратов для серебрения в результате на поверхности зуба образуется защитная пленка аппликации проводится после тщательного удаления поврежденных тканей экскаватора антисептической обработки перекиси водорода и высушивания работать осторожно во избежание ожога слизистой оболочки полости рта применяется только на молочных зубах так как зуба окрашивается в черный цвет реминерализационная терапия реминерализационная терапия направлена на повышение резистентности твердых тканей зубов осуществляемой путем применения реминерализующих препаратов поскольку основными компонентами структуры гидрооксиапатитов эмали являются ионы кальция фосфора фтора то целесообразно в качестве основы реминерализационной средств применять именно эти ионы для воссоздания и укрепления кристаллической решетки эмали чаще всего используют 10% раствор глюканата кальция 3% раствор ремодента 2% раствор фторида натрия и гель содержащая 1% тор для аппликации профилактика это система государственных социальных гигиенических медицинских мер направленных на обеспечение высокого уровня здоровья и предупреждение болезней в настоящее время известен большой перечем факторов риска наличие которых вызывает заболевания в том числе и зубочелесной системы профилактическим мероприятием относятся рациональное питание тор и профилактика кариса герметизация фиссор при этом на поверхности зуба создается механический барьер для внешних факторов а также индивидуальная гигиена полости рта препараты используемые для герметизации фиссор кульпит это воспаление пульпы часто является осложнением кариеса дентины канальца в этих зубах широкие короткие слой дентины невелик поэтому инфицирование пульпы возможно при сравнительно небольших кариозных дефектах на слайде вы видите здоровые пульпы и пораженные пульпы этиология воспалительный процесс пульпы возникает в ответ на раздражители поступающие из кариозной полости которыми чаще всего являются микроорганизмы и их токсины классификация с учетом клинических данных острый пульпит подразделяется на очаговый и диффузный хронический пульпит подразделяется фиброзный гипертрофический и гангренозный пульпит а также обострение хронического пульпита особенности течения пульпита на молочных зубах быстрое течение патологического процесса быстрое распространение процесса от коронки через широкие дентинные канальцы корневой пульпы быстрый переход на гнойный хронический процесс быстрое течение патологического процесса приводит к раннему поражению пульпы и некрозы пульпы имеется интоксикация организма основа воспалительного процесса составляют такие компоненты как альтерация эксудация нарушение обмена